Воспитание ребенка в страхе Божьем и благонравия у Тихону Задонскому. Первый вопрос. Начало при мудрости, страх Божий. Первый вопрос. Как воспитать в ребенке веру и любовь к Богу? И как сделать так, чтобы пробудить в нем интерес к церкви? Все психически нормальные дети имеют огромный интерес к тому, чему имеет интерес их отец и мать. Поэтому, если отец имеет неподдельный интерес к Отцу Небесному, к тому, чтобы ему угодить в беседе с Богом и его угодниками, если он делится тем, что переполняет его жизнь с детьми, дети будут это активнейшим образом воспринимать. И это останется с ними навсегда. Я вот из своего опыта это знаю. Те отдельные слова, которые время отринимать, говорила из Евангелия и запомнила навсегда. И когда уже осознал важность этого, я, например, очень старался всегда этому следовать. В этом случае, когда было какое-то искушение немножко поступить не так сразу, голос матери. Вот. И вот очень такое интересное явление. Ну и потом поступки. Вот. В моей жизни отец несколько, ну, на моих глазах совершил христианских поступков. Вот. И это они оказали на меня сильнейшее воздействие. Сильнейшее. Это главное вообще воспитание. Оно происходит, ну, даже вот у других млекопитающих. Но вот так как здесь мы имеем задачу познакомить его с нашим Артоном Небесным, тут и ответственность больше, и нужно этому больше внимания уделять. Я даже однажды участвовал в проекте «Пересказ для детей Евангелия». Мы издали эту книгу на приходе вот, для того, чтобы детям рассказывать о Христе. И вот я помню, когда у меня моё дитя было ещё маленькое, не умело ещё читать, вот, она каждый вечер ждала. Вот. И как я ей буду что рассказывать? Она очень любила один эпизод и каждый раз спросила, «Ты, папа, расскажи мне, как он ходил по воде». И я вот ей рассказывал о том, что вот было море, и апостолы плыли в лодке, в такой большой, на другую сторону. А Христос остался на берегу молиться. Вот. И потом на море поднялась буря. И вот апостолы, хотя они были рыбаки, но было страшно, не утонут ли они. Вот. Но очень так часто бывало раньше, что многие моряки не умели плавать. Пользовались только вот таким транспортом. Вот. И Христос, когда помолился, решил, ну, чтобы вместе прийти в ту точку на другой стороне Гене-Сарецкого моря. И если бы он шел в обход, то он ушел, наверное, целую неделю. А он решил пойти напрямую. И вот этот путь по прямой, это был путь по воде. Ну, и вот, и когда он подходил к лодке, они увидели его, испугались еще больше, потому что думали, что это призрак. Ну, и так далее. И вот это все рассказал на разные лады. Рассказывал, и какого цвета была вода. И как луна скрывалась в облаках, а потом выходила. Какой был свист ветра. А как кричали птицы, которые боялись, что до берега не долетят. Ну, и так вот, каждый раз что-нибудь придумал. И вот, как-то это вот, у меня такая идея родилась. И вот с одной писательницей мы составили этот проект. И даже ее, по-моему, перевели на японский язык потом. Японцы. Не знаю, православные они были или нет, но еще очень интересно. Вот иллюстрации такие были там хорошие. Так что вот, ведь, два человека, христиане, вступая в брак, у них одна только есть задача. К сожалению, мы о ней больше не слышим. Она существует. Это создать домашнюю церковь, в которой священником является отец, дьяконом, во всем ему помощник, это мать, а дети – это тот народ, которым даст Бог для того, чтобы они этот народ воспитали в христианстве. Все остальное не важно. Будут ли дети академиками, футболистами, там, не играет никакой роли. Только одно. Будут ли они детьми Отца Небесного? Будут ли любить Иисуса Христа? Это главное сделать. Ей должно быть посвящено все. И убранство дома, и школу, которую мы выбираем, и специальность, которую мы и учим, и книги, которые мы читаем, и память о том, что дети все равно смотрят и учатся. И вот, если задача не выходит из нашего головы и сердца, то достигается. Ребенка вырастает христианин. Спасибо, отец Дмитрий. Вот, в силу возрастных особенностей, родителям иногда, вот вы уже привели свой пример, да, как вы рассказывали о Христе, о своей дочке. Иногда родители не могут подобрать слов, и особенно это вот о Боге, о церкви, о таинствах. Когда мы слышим такие ужасные вещи, когда подходит и говорит, ну, возьми ложечку, бротик, тебе дадут вареница. Вот, иногда это очень так болезненно воспринимается и обществом, окружающими. И как вот все-таки, с какого возраста с ребенком можно говорить на эти темы? Ну, как, можно говорить еще со временем беременности. Дети запоминают все. Запоминают как при чем. А потом в течение своего взросления они осмысливают это. дети даже иногда употребляют слова, которые они не понимают. Но они их запомнили. Поэтому мама гласит свой животик и говорит, ну, сейчас мы пойдем в церковь, сейчас мы с тобой помолимся, послушаем, как хор поет Господи, помилуй, потом мы с тобой причастимся святых христовых тайн. Не надо никакого варенья, а то человек будет путать церковь с кафе лаком. храмом. Да. Когда в духовном воспитании необходимо принуждение, стоит ребенка принуждать в храм идти? нужно нужно понуждение. Не нужно ни принуждать, ни подкупать. Потому что все равно цель будет другая. Там самокат собам купили, там еще что-то. И это совершенно не годится. Нужно задавать. А понуждать можно. Ну, ну, что ж ты ленишься. Забыл, я тебе говорю, что надо ложиться спать, рано вставать. Ну, что ж, мы сейчас с мамой пойдем, а ты что, один будешь остаться? Если оставим тебе одного, а ты будешь плакать. За тобой придет тетя из опеки и заберет тебя. Как должна выстраиваться молитва домашняя и церковная с детьми? церковная зависит от того, насколько ребенок способен пребывать в церкви. Поэтому в одном случае нужно приводить их к отче наш, а в другом случае на юфористический канон, а так потихонечку ребенок вырастает, и его пребывание в церкви растет. Нужно из богослужения выбирать самые такие важные моменты, такие яркие. Дети смотрят с большим интересом. Потому что, конечно, каждый человек, в нем живет фарисей. А фарисей, вообще-то, он не только лицемер, он еще и лентяй. потом не хочет думать, или, как мне очень нравится выражение, включать голову. Потому что думать это очень трудно. Поэтому очень многие дети не хотят учиться, потому что это трудно. Лучше хихикать, лучше бегать, лучше там... Ну, мы же не увидим мальчика, который вдруг валиком красит подъезд. Ну, увидим мальчик, который жгут кнопки в лифтах. Как какая-то гадость, так дети. На пол плюют, стены пачкают всякими надписями, уродуют дома там. Вот все. А остановки другим людям приходится деньги тратить, все закрашивать, дома стоят все в заплатках. Потому что они еще не развиты, они понимают красиво некрасиво. Они просто привыкли все гадить, все вот всем издеваться, все портить. Потому что у них родители совершенно не внушают им мысли о красоте, не водят ни в Третьяковку, ни в музей изящных искусств, ничего, никаких семей. Думаю, в школу сдали, а школа там она сама. Ну это глупо, школа не может воспитать человека. Поучаствовать как-то на свои 3-4 процента, это она может. Но все семья дает. Поэтому трудиться и читать, если не может детям объяснить, найди книжки, почитай, пойди в библиотеку, поговори с умными людьми, посмотри в храме, у кого дети воспитанные, напросить в гости, спроси или сказать, а можно меня с вами посидеть, чайку попить, я вот халвы принес и посмотреть, как они. То есть нужно все время этим заниматься. Существует такая проблема, когда дети верующих родителей, с детства находящиеся в церкви, повзрослев, уходят оттуда. Где произошло, на каком этапе произошла ошибка родительская? На таком этапе, когда отдали в школу и забыли. На этом этапе. И постепенно происходит такой феномен. главным воспитателем ребенка и авторитетом для него становится ни учитель, ни директор, даже ни тренер, ни отец, ни мать. А кто? Класс. В классе верховодят обычно отнюдь не самые умные, отнюдь не самые воспитанные, не тех, у кого академическая успеваемость сто процентов. Но наоборот. И они задают тон. И в классе, и в школе, и на улице люди, которые вот проявляют свое антивоспитание. хамство, грязная лексика, насмешки, там, четверть бить одного, бесконечные драйзи, бесконечно обзывают, бесконечно. То есть это сплошное истязание. и дома, ребенок не находит никакой поддержки, если родитель не видит, что с ним что-то происходит, а ребенка надо защищать от этих уже уродов, то ребенок начинает понимать, что вот это такая жизнь, и он становится таким. Начинает сначала пробовать, он выбирает слабое звено, ну, обычно бабушка. А потом это дальше, дальше, вплоть до отца, и все эти царя не царя даст по затылку, а он не знает никаких приемов, никогда не интересовался, ну, так, ага, стоп, он попу начинает обходить, и контакт полностью всякий прекращается, и уже тут ну, все воспитание христианское, оно разрушено. Он отца воспринимает как источник боли, оскорбления, унижения, и все, что с папой ассоциируется, церковь, это уже все. Тем более вникнуть, он же не вникал никогда в то, что такое, ему никто ничего не говорил, ни о Христе, ни о Евангелии, ни о святых, вообще ни о чем. Он ничего не знает. И вот, можете сами обратить внимание, вот, придешь в церковь, ребенка все толкают, так, иди, так, сложи ручки, поцелуй, и все. Вот им, что родителям надо? Им надо соблюсти вот эти вот какие-то странные такие ритуалы, смысл которых он не понимает. Как раз про церковный формализм, это тоже очередная проблема. Из-за долгого пребывания ребенка в церковь, у него пропадает благоговение к святыням. Такого не было никогда. Просто я помню, когда меня бабушка водила причащать, когда я был еще детсадовского возраста. Я помню, приходил, так, мне было страшно. И я вот, вот этот церковный запах ладана, он очень необычный, на меня действовал. Потом все блистало золотом, ничего такого не увидишь. Потом вот куда-то ведут. Я сейчас понимаю, что это подводили к амбону, а потом мы уходили посылее. Вот. И вот я маленький человек такой вот это помню. Вот. Когда окалывался у бабушки так, несколько раз, может быть, два-три водила и приезжали. Бабушка очень была набожная, она дочка священника была. Вот. И вот что-то она обязательно мне говорила. Ее сестра Мария Семеновна тоже на меня действовала. Когда я уснул, мы спали с ней в одной комнате, она вот сядет на кровати и начинает вечерние молитвы наизусть читать. Вот, обращаясь лицом к иконам. Вот это я помню. Вот. такая вот хорошая бабушка, она вот замуж никогда не выходила, кончила институт благородных девиц, вот, по-французски даже думала, так как вот воспитывали. Вот. Всю жизнь проработала в детском саду музыкальным работником, потому что там учили фортепиано. Это дало кусок хлеба на всю ее жизнь. Она прожила почти 90 лет. Вот тоже, вот ее образ, он тоже воспитывал. Вот. Вот так вот такие вот отдельные впечатления в душу. Впечатления это слово в печать, впечатывать. Вот такие вещи, потому что вот человек необычный. Я никогда не видел, кроме нее, чтобы кто-то читал вечерние молитвы. Ну, во-первых, я спал, но я бабушка, например, на ночь всегда крестил. Так вот, не спеша перекрестить. А потом, когда я приезжал к маме, я говорю вам, перекрести меня. Мать нас начала крестить. Потом братья стали просить. Вот. Это тоже, казалось бы, осеняет мать ребенка крестным знамени. на ночь. Ну, это же величайшее дело. Как оно делает? Это все 10 секунд. И как-то детские страхи уходят. Как-то вот замечательно. И вот мы так вырастали. Поэтому я, например, никогда не был неверующим. Не знаю, что такое чувствует человек неверующий. Я бы, наверное, с ума сошел. Как-то откроешь глаза, а Бога нет. И куда идти? Какой смысл в этой жизни? Зачем нужно справедливость? Зачем добро? Тогда и надо только смеяться, издеваться, ножку подставлять, человек упал, а ты смеешься. Вот. И бесконечно обзывания друг другу бесконечно. А так я помню ребёнку и размышлял обоих. Сам что тут думаешь, что ты иногда спросишь у того, у взрослого, что это одно. Потом ещё думаешь. Так оно всё. Мишка, последние два вопроса. современные приходы пытаются организовать для маленьких детей свой уголок, где-то взрослые будут молиться, а детишки там будут играть. Как вы вообще относитесь к данной инициативе и не мешает ли это личной встрече ребёнка со Христом? Нет, хорошо, когда есть такая вещь. но вот опять же допустим ребёнок где-то у нас тоже такая летняя детская площадка и есть даже был такой план чтобы и в холодное время года есть такая комната где можно энергию выпустить для тех кому это надо. Но пока что-то никак старство не запустят. Вы мне напомнили и я спрошу. Нужно чтобы всё-таки в определенный момент отец ну или в крайнем случае мать приходила брала за ручку ну пойдём помолимся вот и какие-то важные моменты службы вот ну вот теперь вот и Евангелие прочли пойдём теперь. Ну и последний вопрос насколько правильно верующей семье рассуждать на тему полового воспитания об этом мало говорят вот и вообще как должна восстраиваться беседа так нет это же всё происходит эволюционно и естественно путём если ребёнок начнёт что-то спрашивать надо ему отвечать но отвечать без сисёканья но на его уровне ребёнку не обязательно давать весь так сказать физиологический разрез совсем нет это вообще преждевременная информация она очень травматична психически бывает даже дети с ума сходят вот и например ну известно что вот ранние такие всякие посвящения они вот я не помню по-моему в Ярославской области после того как там прошла такая новация после этого количества венерических заболеваний среди школьников он по-моему в два раза увеличился сразу и сразу полезли аборты среди школьниц совершенно юных там 13-14-15 вот такие беседы давно в Америке происходит но там количество говорят абортов среди школьниц в 10 раз превышает чем в России как говорится никогда такой вопрос вообще не стоял у нас при воспитании это все происходит естественным путем по мере взросления человека он так сказать проявляет интерес но сейчас конечно есть такая убийственная для души машинка может слышать называется интернет там любой школьник может во всех наигнуснейших подробностях это всего наезд вот и вот это преждевременность она конечно скорее всего разрушит или отравит веру отравит для ребенка возможность создать свою семью отравит ну возможность читать литературу ну так вот вырастешь циника это вот очень такая ну самоизмышленная пагуба которые заболели взрослые люди надо чем дольше от этого ограживать людей тем лучше в этом школу тоже весьма вредное учреждение потому что школа создалась не для этого ну ее используют Машка последний вопрос просто затронули тему интернета не беспокойтесь интернет это сеть вот если в нее вляпался то оттуда уже потом сложно выбраться и многие родители в том числе и православные говорят вот как я не могу своего ребенка заставить читать все он целыми сутками сидит в интернете что можно посоветовать таким родителям во-первых понимаете вот мой ребенок пять лет употребляет героин что посоветуете тут можно посоветовать только гроб покупать пока дешевый и на балконе поставить что тут посоветовать советовать нужно до того как собираешься выйти замуж как выбираю выбираю супруга как выбираю супругу желает ли этот человек создавать домашнюю церковь знает ли что-нибудь он об этом пьет ли вино курит табак нет ли в роду от алкоголиков даже сочинение его можно почитать что вот что он вообще у него там в голове поинтересоваться какие книжки читает в какой храм ходит к какому священнику ходит исповедоваться побеседовать с ним ну и так далее если мать выходя замуж ни одной книги не прочла про воспитание детей и когда она приходит уже когда там ну я не знаю вот ну ребенок в подпольное казино ходит и деньги ворует из дома и там все просаживает что мне теперь делать но это есть психическое заболевание некоторые дети за компьютером умирают во всем мире от истощения потому что они наркомания чистая тут лечат наркологи очень долго в стационар что делать надо искать человека из медицины который будет от этого спасать на это уйдут годы это подсесть на это можно так сказать за два месяца так что он у меня курит спайса что мне теперь делать ну где ты голубка была что тут что тут дел ну постарайся чтобы перекрыть каналы добычи этого ну думай думай это твой же ребенок все хотят готовое решение это такое мы сейчас живем в таком мире где никто никому не нужен как у нас в Америке говорят это проблема что ты мне со своим проблемой вот большое спасибо отец Дмитрий что вы согласились ответить на вопрос на наш сайт спасибо спасибо